Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, информационная программа «События недели». Карачаево-Черкесия скорбит со всей страной в связи с чудовищным по своей жестокости терактом, бесчеловечным актом насилия, который унесла жизни наших соотечественников, абсолютно ни в чем не повинных людей, мирных граждан, в Крокус-Сити-Холл. К жителям республики обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Великая Россия, одна большая крепкая семья и произошедшая трагедия наше общее горе, трагедия для всего российского народа, скорбит вся страна, весь многонациональный народ России. Глава государства сказал очень важные и мудрые слова, что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Эти страшные дни в очередной раз доказали, что мы вместе, мы со своей страной, со своим президентом готовы поддерживать друг друга, противостоять любым вызовам и пережить любые испытания. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления пострадавшим. В день общенационального траура глава региона Рашид Тимрезов, член Совета Федерации Ахмад Салпагаров, председатель правительства республики Мурат Аргунов и руководителя администрации главы и правительства Мурат Озов возложили цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших в подмосковном Крокус-Сити-Холл. Именно так наш народ отвечает этому бесчеловечному теракту, еще больше сплоченностью и единением, отметил Рашид Тимрезов. Бесчеловечно и чудовищно люди потрясены и не могут подобрать слова от той трагедии, которая случилась в концертном зале Крокус-Сити-Холл. Все это время жители республики возлагают цветы, игрушки, зажигают свечи. Люди разных профессий коллективно приходят к мемориалу, чтобы почтить память жертв террористического акта. Поток соболезнующих не прекращается. Соболезнование слова поддержки родственникам жертв ужасной трагедии выразили медики лечебно-реабилитационного центра республики. Пожелали всем стойкости и выздоровления. Я и моя семья очень тяжело расприняли эту тяжелую трагедию. Словами трудно описать, что произошло. Вот на сегодняшний день, что мы должны делать? Мы должны все вместе сплотиться и быть едины. Это все проделки нацизма. Наш коллектив глубоко скорбит. И мы вместе, всем умершим, будет земля пухом, живым, скорейшего выздоровления. Всю неделю люди приходили с цветами Они просто не имели права, но и не хотели оставаться в стороне сопереживания тем, чьи родные друзья погибли или пострадали в Красногорской трагедии. 22 числа – это трагический день для нашей России. Это очень больной день. Все мы сожалеем, оплакиваем. И хочу сказать, что эти шакалы, эти нелюди, они за все ответят. И очень жалко этих мирных людей, которые в этот день погибли. Это такой трудный день для всей России, для всех нас. Мы должны стоять еще сильнее, еще прямее и доказать, что нас не сломать. Приезжают почтить память безвинно ушедших в Крокус-Сити-Холл из городов и районов Карачаева-Черкесии. Учащиеся и учителя Чапаевской средней школы пришли, чтобы выразить всю глубину скорби в связи с чудовищным по своей жестокости терактом, бесчеловечным актом насилия. Мы дали задание детям. Они готовят уже, и многие классы уже выставляют плакаты «Нет терроризму». В школах у нас практически во всем районе, да, наверное, в каждой школе есть уголки антитеррористического содержания. На классных часах с возобновлением занятий. Все это будет еще раз на это внимание уделено, чтобы предотвратить участие детей наших в каких-то нежелательных мероприятиях. Более 200 жителей Белгородской области, которые вынуждены оставили свои дома из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, прибыли в Карачаево-Черкесию. С ними встретился глава республики Рашид Тимрезов. Подробности в нашем сюжете. Представители Карачаева-Черкесии дожидаются на перроне невиномыска прибытия поезда. И вот на Кавказскую землю спускаются люди, вынужденно покинувшие свои дома в Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Мы здесь впервые, но мы думаем, что здесь нам очень понравится, потому что мы пережили серьезный момент. Извините, а я не могла спать первую ночь от радости, понимаете как? Что думаю, неужели? Неужели тишина? По словам представителей регионального управления МЧС и Минтруда республики, встреча прошла организованно. Людям была оказана вся необходимая помощь. Они все будут размещены в курортной зоне, в комфортных условиях. Им будет оказано все необходимое содействие, в первую очередь медицинское, психологическое сопровождение. И, конечно, мы будем рады их познакомить с достопримечательностями, с культурой всех народов нашей гостеприимной республики. Всего в Карачаево-Черкесию доставлены около 240 человек. Чуть меньше половины из них – дети. Ранее по поручению Рашида Тимрезова было организовано все необходимое для приема вынужденных переселенцев. А сегодня жителями Белгородской области встретился сам глава республики, ответивший на волновавшие людей вопросы и пообещавший поддержку в будущем. Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию. Могу вас заверить в том, что здесь будет оказано вам самое, что ни на есть, пристальное внимание. Все службы готовы, все места размещения готовы. Я обязательно потом посещу каждое место размещения ваше. Поговорим о тех вопросах, которые будут возникать во время вашего пребывания. А пока люди только осваиваются в нашей республике. В глазах еще читается тревога последних дней, но по ноткам голосов чувствуется радость от возможности наслаждаться тишиной. Там очень сложно. Мы последние недели две вообще не выходили на улицу, потому что люди гибнут. Страшно. Вы знаете, в свете последних событий было тревожно очень. И поэтому наша главная задача была обезопасить детей, потому что мы подвергаемся каждый день практически обстрелам. И мы очень хотели их защитить тем самым. И поэтому искали возможность, куда бы их можно было увезти. Жители Белгородской области после кратковременного пребывания в Черкесске отправили в отели Тиберды и Домбае. Там их уже ожидали медики, психологи, специалисты, которые помогут людям чувствовать себя в Карачаево-Черкесии комфортно, спокойно и в безопасности. Артур Махце, Вести, Карачаево-Черкесия. Он внес значительный вклад в защиту государственных интересов России. Участник СВО, лейтенант Курман Башкаев, за мужество и героизм в ходе спецоперации представлен к званию Героя России посмертно. Он совершил героический подвиг, прикрыв своих товарищей от артиллерийского обстрела, тем самым сохранив им жизнь. О судьбе храброго командира Алихан Лепшоков. Он всегда жил по совести и был готов пожертвовать собой ради спасения жизни людей. Сегодня в доме Башкаевых многолюдно. Имам Станицы Кордоникской и родственники читали маулит и совершали обряд дуа за душу погибшего героя Курмана Башкаева. Вспомнить своего боевого товарища приехали и его сослуживцы. Тихонько в стороне вытеряют слезы мама, которая ждала его, молилась о здравии. Лейтенант Курман Башкаев проходил службу в 34-й отдельной мотострелковой бригаде. С первых дней специальной военной операции был на передовой. За проявленное мужество был отмечен рядом боевоенных наград. У него позывной «Волк». Всегда спасал, всегда оперативно помогал. Синственным друзьям, товарищам, не имея значения, с этой бригадой, с другой бригадой, всегда оперативно помогал. Не интересоваясь, как, что, проблемы, всегда вытаскивал. Самый первый был на передовой. Он никогда не заякал, что я не смогу, я не могу. Не было такого никогда. У него не было слова «не могу». Он всегда шел вперед, всегда спасал своих друзей. Он всегда говорил, жизнь моего бойца дороже всего. Курман Башкаев командовал взводом обеспечения второго мотострелкового батальона. Благодаря его храбрости несколько раз были спасены жизни его сослуживцев. И погиб лейтенант Курман Таубевич 20 октября, проводя успешный бой, выявив и уничтожив три минометных расчета противника. Спасая своих раненых товарищей, попал под артиллерийский обстрел, за что и был представлен к званию Героя России. Сегодня сослуживцы с горестью отмечают, что их отважного, надежного друга Курмана им не будет хватать. Мы познакомились совсем недавно, но до того сдружились и дела проводили, боевые операции, все это вместе, до того сплочено. Человек был идейный, человек никогда, никого нигде не мог себе позволить оставить. Раненый он, как говорится, голодный, одетый, раздетый. Для него это было в первую очередь честью. Курман Башкаев не увидит, как растут его малолетние дети. Их у него двое, мальчик и девочка, рассказывает убитая горем вдова Алина. Она рассказывает, что в последние дни жизни Курман будто чувствовал, что уйдет из жизни и готовил семью к этому, делая наставления по тем или иным вопросам. Он часто говорил, что очень скучает по дому, семье, в частности по дочке, которая так сильно радовалась, когда они общались по телефону. Ты кого больше всех любишь на свете? И папу и мама. И папу и маму. А папу как любишь, покажи. Мама, вообще один для нас. Ты кого папу, папу как любишь, покажи. А маму? Маму так, папу так. Курман Башкаев многое мечтал сделать по возвращению домой с зоны СВО, но этому не суждено было сбыться. И, как вспоминает жена Алина, очень скромный по натуре Курман однажды сказал, вот увидишь, я стану героем России. И это случилось. Ценой собственности жизни Курман Башкаев спас своих товарищей от неименуемой смерти и был представлен к званию героя России, к сожалению, посмертно. Алихан Лепшоков, Мединаджан Кёзова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. К сожалению, не все из зоны СВО возвращаются домой. Исполняя свой воинский долг, наш земляк Мухаммед Мурзаев, родом из Беслинея, показал пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге, за что и представлен к правительственной награде Орден Мужества посмертно. Фатима Даурова, Герои Настоящего Времени. Понял он, пора настала, брат за брата, как всегда. Добровольно по контракту род пошел он защищать. Где-то ворон черный каркнул, не к добру вздохнула мать. Мухаммед в боях прославил род Мурзаевых навек. Имя доброе оставил, настоящий человек. Эти строки появились по зову сердца, когда пришла печальная весть в семи Мурзаевых. Единственный сын Мухаммед сложил свою голову в бою. Его служба в рядах Вооруженных сил России началась в августе прошлого года, когда Мухаммед втайне от семи отправился добровольцем в зону СВО. Врожденное чувство патриотизма не позволило ему остаться в стороне. О его решении родные узнали не сразу. Но никто из них не сомневался в правильном выборе сына и в его мужестве. И вот сегодня выразить соболезнование и сказать слова благодарности родителям за достойное воспитание сына пришел военный комиссар Черкеска Андрей Хвостика. С честью выполнил поставленную задачу до конца. К сожалению, от ранения скончался. Примите мои самые искренние соболезнования. Я благодарен вам за такого настоящего воина, за настоящего парня, который по зову сердца год назад убыл для прохождения службы и выполнения сдачи в ходе специальной военной операции. Прошел до воинского вызывания лейтенант. К сожалению, сегодня с нами его уже нет. Не имея за плечами опыта службы в вооруженных силах, только благодаря лидерским способностям, точному стратегическому мышлению, умению принимать быстрое, но правильное решение в боевых условиях, Мухаммед Мурзаев вскоре получил звание лейтенанта и возглавил штурмовой отряд. В ходе очередного наступления командир специального подразделения «Шторм» лейтенант Мурзаев в тяжелейших боевых условиях организовал ввод личного состава в занимаемый противником опорный пункт. Этот бой для него оказался последним. Но его боевым товарищам удалось уничтожить живую силу противника и занять освобожденные позиции. Он прекрасно себя показывал как лидер, как командир. Он умел находить общий язык с командованием и с простыми солдатами, с подчиненными. У него это хорошо получалось, поэтому таких командиров побольше бы. Это его призвание было с самого начала. Друзья и близкие отмечают, что Мухаммед был очень общительным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Никогда он не искал никакой выгоды. Он был просто другом, который может в любой момент прийти и на помощь, разделить с тобой и минуты радости, и минуты горести. Он никогда не искал ничего взамен. Действительно, у нас компания большая, друзья, и собираемся. Я ни разу не могу вспомнить на своей памяти, чтобы за каким-нибудь столом, обсуждая какую-нибудь тему, он с кем-нибудь даже входил просто в шуточный спор. Не было у него. Он всегда улыбался, у него широкая улыбка. И вот именно с этой улыбкой на лице он у нас останется всегда в памяти. Он был очень активный, за ним ребята шли. И вот, ну даже, мы, наверное, не думали в то время, что вот будут такие тяжелые времена, что ребятам нам тоже придется встать с оружием в руках. Но то, что он мог за собой повести ребят, организовать на какую-то работу, да, он был очень активный. И ребята с ним шли охотно, и дружили, и возглавить он мог, и организовать эту работу. То есть, да, у него были такие лидерские качества, да. С экрана телефона миру улыбается красивый парень, герой нашего времени. Но есть ли горе большее, чем горе матери, потерявшей своего ребенка? И есть ли гордость большее, чем гордость матерей за своих детей, героев? Фатима Дурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Сегодня в России отмечают День образования войск Национальной гвардии. Этой дате было посвящено праздничное мероприятие, прошедшее в региональном управлении Росгвардии. Поздравление и слова благодарности принимали росгвардейцы от руководства Карачаева Черкесии, главы республики Рашида Тимрезова и спикера парламента Александра Иванова. С праздничного построения Артур Мхце. На этом мемориальном сооружении имена погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Национальной гвардии и правоохранительных органов региона. О каждом из них в день 213-й годовщины образования структуры вспомнили действующие росгвардейцы и представители власти в республике. Выступавшие перед личным составом управления отмечали вклад сотрудников ведомства в обеспечение безопасности и правопорядка, причем не только на территории нашего региона. Уверен, что сотрудники управления, как всегда, будут реагировать оперативно и своевременно. От всех жителей нашей республики, от себя лично. Я благодарю весь личный состав управления за доблесть, мужество и профессионализм, обеспечивающий высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности как в нашей республике, так и в целом на территории нашей Родины, Российской Федерации. Я благодарю весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности. Также выражаю самые теплые слова признательности родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии. В этот день ведомственными наградами и благодарственными письмами был отмечен вклад представителей ряда подразделений Росгвардии в обеспечение правопорядка и безопасности населения. А чуть позже Рашид Темрезов встретился с домами сотрудников ведомства, погибших при исполнении задач по защите населения новых российских регионов. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Жителям Палестины бортом самолета МЧС России отправлена очередная гуманитарная помощь, весом почти 30 тонн, 25 из которых от Карачаева-Черкесии. Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Минеральные воды в египетский аэропорт Эль-Ариш. Оттуда груз будет передан представителям египетского общества Красного полумесяца, который передадут его жителям сектора газа. Воздушный мост по доставке в ГУМ-помощь организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Главным оператором сбора выступил региональный штаб «Мы вместе» ресурсного центра Карачаева-Черкесии. В груз вошли продукты питания долговременного хранения и средства гигиены. Список продуктов формировался из потребностей и предпочтений жителей, которые были выявлены в ходе обратной связи. Это уже вторая гуманитарная помощь, которую наша республика отправляет жителям палестинской автономии. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза выразил благодарность каждому, кто принял участие в таком благом деле, кто проявил сострадание и чуткость к мирным гражданам. Участие МЧС России в данной акции в соответствии с поручением президента Российской Федерации и приказом министра МЧС России, авиации МЧС России, осуществляется доставка гуманитарного груза, предоставленного правительством Карачаева-Черкесской республики, для отправки в Арабскую республику Египет для пострадавшего населения в зоне Палестино-Израильского конфликта. Сотрудниками МЧС России осуществляется загрузка 29 тонн гуманитарного груза в борт МЧС России с последующей его доставкой по назначению. Из Черкеска направили очередной груз питьевой воды в Белгородскую область. 12 тонн воды было сформировано по заявке партии «Единая Россия». Оказалось содействие в отправке гуманитарного груза Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии. Они обеспечат эффективную и безопасную доставку воды жителям Белгородской области, которые сейчас в сложной ситуации были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения. Общая задача неравнодушных – помогать им, отметила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Фатима Карданова. Сегодня отдельные населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелу со стороны сил ВСУ. В Белгородской области организовываются пункты временного проживания, для того, чтобы люди могли переждать это тяжелое время. К нам по партийной линии обратились в рамках проекта «Женское движение Единой России» с тем, чтобы мы оказали им гуманитарную помощь для людей. По поручению главы республики груз сегодня сформирован. По запросу Белгородской области – это вода. Она направится для нужд жителей Грейворонского района, который находится сейчас в пунктах временного размещения. Сегодня хотели бы поблагодарить нашего сенатора Ахмата Анзоровича Салпагарова и нашего депутата Государственной думы Султана Джошарбековича Узденова за то, что они помогли сегодня сформировать этот гуманитарный груз, который так ждут в Белгородской области. В Карачаевске на базе детского дошкольного учреждения «Красная шапочка» прошел фестиваль-конкурс наглядно-дидактических материалов «Так могу я». Воспитатели детских садов Карачаевского городского округа представили на суд жюри и коллег свои работы, выполненные с использованием подручных средств. Таковы условия конкурса. Фестиваль проходил под эгидой сохранения национальных языков, как оказавшихся под угрозой исчезновения. И основной посыл мероприятия – внедрение родного литературного языка с малых лет. В этих целях в детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа выделены специально образовательные единицы – учитель родного языка. Мадина Каракетова подробнее. Улей, курятник, овечки и другая сельскохозяйственная живность в импровизированном подворье, расположившемся прямо у входа в зал, невольно привлекает внимание посетителей. Одна из гостей не удержалась и со словами «я обязательно должна подоить эту прекрасную коровку», принялась за дело. Здесь все интересно. Целый аул готов. Все, что есть здесь. И птица, фабрика у них, и ферма, и даже улей. И все. Прям, не знаю, девочки молодцы. Ну вот у девочек фантазия, да. Все это наглядно-дидактический материал, изготовленный из подручных средств, рассказывает Ирина Кочегарова, представляющая детское дошкольное учреждение «Карачаевска» номер 15 «Вики». Воспитатель придумывает и вот из того, что есть, изготавливает что-то интересное для детей, чтобы можно было показывать, обучать чему-то интересно детей. А мы делали тоже именно по такому принципу, из подручных средств, из коробок, из колготок, из бумаги всякой. Ну вот, например, улей у нас изготовлен из лотков для яиц, просто обычная шапочка, с сеточкой, которая от мух используется, да, коробочка, и из-под киндеров вот эти вот яички. Барашки изготовлены у нас из бутылок пятилитровых, отклеены синтепоном. Ну и все здесь такое, все из картона сделано, в основном из коробок. Надеемся, конечно, что наш труд, наше творчество, наш такой креативный слегка подход будет оценен. А состязание предстоит нешуточное. Каждый преподаватель родного языка постарался удивить, представив на суд жюри свой необычный, уникальный, наглядно-дидактический материал в виде волшебных книг, замков, исторических башен, столов, трансформеров. Этот фестиваль – конкурс – настоящее поле для реализации самых смелых творческих фантазий. И каждый содержал не только обучающий материал для детей-дошкольников, но и олицетворял историю и культуру того или иного народа, проживающего на территории Карачаева-Черкесии и России в целом. Воспитатели собрали пословицы и поговорки, составили развивающие игры и даже пальчиковый театр, при помощи которых они будут обучать детей их родному языку прививать интерес и любовь к истории и культуре своего народа, своей страны. Родные языки на грани вымирания, на них разговаривают все реже и реже. Нынешний молодежь практически не понимает речь, обращенную к ним на их родном языке. И это становится настоящим бедствием. Проблему не раз поднимали старейшины общественной организации, депутаты парламента республики. А ведь еще такие известные педагоги, как Выгодский, Леонтьев, Шахнарович, подчеркивали в своих исследованиях и говорили о необходимости целенаправленного изучения родного языка с самых малых лет. Ведь хорошее владение своим родным языком помогает не только при дальнейшем успешной учебе, не только необходим для умственного, нравственного, интеллектуального становления дошкольника, но он также поможет сохранить наш родной карачаевский язык, который сейчас находится на грани вымирания. И подобные наглядно-дидактические материалы уверены в Управлении образования Карачаево-Черкесского городского округа, которое уверенно и очень серьезно взялось за эту работу, вполне смогут составить конкуренцию современным гаджетам, ставшим неотъемлемой частью жизни детей с самых малых лет в процессе воспитания и образования. Цель и задачи, чтобы любопытный ребенок смог не только услышать, а увидеть, о чем говорит воспитатель на занятиях. А так как в этом году новая образовательная программа, и эта программа требует максимального внимания любопытных наших детей, чтобы все на занятиях становилось ясно предельно, они вот своими руками каждый год делают эти наглядности, и это способствует более глубокому осознанию детьми данной ситуации на занятии. Развитие родного языка и речи – один из важных этапов в становлении личности ребенка в дошкольном возрасте и в современном дошкольном образовании рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей, считают в Управлении образования Карачаевского городского округа. Поэтому так важно с детства создавать представление о том, что язык – это главное сокровище народа, воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку. У нас, ну вот благодаря Марьям Селеменовне, благодаря нашим замечательным заведующим, в каждом дошкольном образовательном учреждении ведется изучение родного языка. «Конкурсных материалов много, и каждый интересен по-своему, поэтому жюри потребуется время, чтобы вынести свой вердикт», подытожила Эльвира Эдива. По итогам конкурса детский сад-победитель будет вознагражден ценным подарком. Карачаевский городской округ пока единственный в республике, кто внедряет родной язык в современное дошкольное образование. И, возможно, этот опыт в скором времени будет перенятый детскими садами в других городах и районах Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи!